Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Есть и блок трансграничный, который даже не ограничивается одной коллегией, коллегией по международным спорам, которая может быть не так давно создана, но уже имеет популярность и количество споров постоянно возрастает. В состав коллегии входит 100 арбитров, это список из 25 стран, потому что список открытый, поэтому можно избирать и иных специалистов. И по странам, по компаниям, которые обращаются, совершенно разные и страны СНГ, и так называемые недружественные страны, и Великобритания, Кипр, Китай, ну Китай дружественная страна, Чехия. И, кстати говоря, вот эти страны назвал, и другие страны тоже, но эти страны я назвал, где решения были исполнены в прошлом году, и многие решения уже были исполнены после февральских событий прошлого года государственными судами, в частности, в Великобритании. Ну, у нас будет еще ряд сессий в рамках форума, и руководитель коллегии тоже будет выступать, и, может быть, подробнее расскажет о нашей деятельности. У нас еще примыкает к, так сказать, международной сфере, ну там и внутренние споры, еще ряд коллегий, это коллегия по спорам на финансовом рынке, биржевой торговли, которая как раз как бы на базе арбитражной комиссии Прямо МВБ и на УФОР создана, и там тоже возросло число споров, связанных с как раз последними событиями. Это споры, связанные с заморозкой активов западными банками, депозитариями, споры, связанные с резкими скачками на финансовых рынках. То есть эта коллегия, она действительно реально заработала. Также коллегия в сфере транспорта, которая тоже, и транспортные споры, в том числе и международные, рассматривает. В последнее время тоже вот там ряд морских споров интересных было рассмотрено. И новая коллегия по инвестиционным спорам, это споры из, это споры внутренние, но они косвенно связаны с, понятно, с иностранными инвестициями, да. Потому что споры из концессии и соответствующего закона 115-го, и споры из 69-го закона о защите, обращении капиталовложений, который сегодня уже упоминал Антон Владимирович. То есть деятельность, она развивается и среди, так сказать, арбитров, хочу сказать, что за последний год никто из иностранных коллег не заявил о том, что он выходит из списка. То есть все, в общем-то, продолжают сотрудничать и достаточно активно участвуют в разбирательствах. Вот как раз по формированию состава, тоже хотел ответить Дмитрию, ну у нас наши действующие правила, они позволяют, как и правило международной социальной юристов, проводить собеседование с арбитрами. Вот, и такое, в общем-то, и не только в международном, и во внутреннем арбитраже, да, и такие собеседования, они проводятся. Как арбитр тоже, как арбитру мне довелось, так сказать, участвовать вот в таких процедурах, да, и рассматривая споры в арбитражном центре, и рассматривая спор в МКС. Так что, и достаточно уже давно, причем, когда только появились еще правила первые о беспристрастности, это было более 10 лет назад, вот, тогда сразу, в общем-то, такая возможность, она была легализована. Михаил Юрьевич, можно вопрос, просто любопытно, а вот термин собеседования, он специально выбран так был, или это, ну, какая-то разница между интервьюированием и собеседованием? Ну да, ну, это вопрос, наверное, вопрос, вопрос языка, потому что у нас, в нашей, в нашей вообще языке интервью, они больше к журналистике относятся, мне кажется, вот, поэтому было выбран такое. Я участвовал в рабочей группе при разработке первых правил, разработанных под эгидрой ТПП, они еще под... Мне кажется, просто собеседование в русском языке немножко разные позиции сторон. Ну, вот такой, да, вот такой термин был выбран. А интервьюирование, он более такой нейтральный. Да, сейчас вообще меняется, у нас тоже в программе юридической формы, я смотрю, не спикеры, а выступающие, не модераторы, а ведущие. Все меняется, да? Вот. Но суть остается, это такая все-таки мягкая форма общения, да, при которой, в общем-то, нельзя заступать за определенные красные линии. И суммируя, с учетом ограниченности времени, что я хотел сказать, что на примере арбитражного центра при РСПП, я думаю, что и другие наши ведущие арбитражные центры могут тоже сказать об этом, заявить, что, в принципе, в России может быть обеспечена нейтральная, компетентная, разумная с точки зрения сроков и расходов. Арбитражное разбирательство по трансграничным делам, вот, с компаниями как из дружественных стран, так и недружественных, вот. И вопрос в том, какую оговорку заключать, да, это такой, значит, глобальный вопрос, ведь не было никогда рецепта единого, и сейчас тем более нет, да, и какое место выбирать арбитражное учреждение, там, дополнительные требования к арбитрам в оговорке. Другие обстоятельства, примыкающие к ней, соглашение о применимом праве, которое, безусловно, должно быть гармонизировано с тем обстоятельством, кто и где будет сбор разрешать, но не должно быть в отрыве. Но здесь зависит от многих, от характера контракта, там, переговорных возможностей сторон, потенциального, наиболее вероятного нарушителя контракта, да, потенциально место исполнения будущего решения. То есть это все должно анализироваться. Поэтому, когда мы говорим там про арбитражный центр, вот механистично к этому подходить ни в коем случае нельзя. Поэтому многие компании, ведущие, они говорят, что, ну да, мы разные, включаем оговорки в зависимости от конкретной ситуации. Но в нынешнее время нужно подходить более, еще более тщательно, да, с учетом соответствующих проблем и санкционных и прочих, да, и околосанкционных, потому что иногда в отсутствии санкций тоже возникают сложности. Понятно, что односторонние санкции против России, российских компаний, они привели и в определенных случаях к, так сказать, неравным возможностям сторон, которые, в принципе, технически были преодолены с уплатой сбора, там, привлечения консультантов и так далее. Но вопрос вот равного отношения к странам, да, все-таки он, наверное, где-то остался вопросом, да. И вопрос еще более глубокий, серьезный, который вообще отдельно можно рассматривать, вопрос санкций односторонних, как, значит, элементы материального права, сверхимперативных норм, да, и вот учет их при разрешении спора по существу, да, то ли они освобождают от ответственности, вообще от всего освобождают, да, или где-то они рядом, и там вторичный или риск есть, и тоже можно там не исполнять, да, обязательства, а может нужно исполнять все-таки, да, и нужно искать пути для того, чтобы минимизировать ущерб при исполнении. Это, в общем-то, большая, большая группа вопросов, и отдельная по старым соглашениям, где-то их можно передоговариваться, сохраняя третийский путь разрешения споров, и мне кажется, это оптимально, в отличие от, там, вот, 248.1 и ПК, да, все-таки билет в один конец, там, где совсем разрыв отношений, и есть реальная возможность исполнить это решение, она далеко не всегда есть, да. И другой вопрос, новые оговорки с новыми партнерами, как правило, партнеры из восточных стран, многие неизвестные, да, многие непривычные, имеют свою культуру исполнения обязательств, и новые партнеры, это одно, второе, плюс еще новые арбитражные учреждения, да, которые вот тоже были, так сказать, проиллюстрированы эти возможности, но здесь тоже вот надо аккуратно относиться, и надо посмотреть законодательство в ряде стран, в том числе и СНГ, дружественных, да, насколько оно проарбитражное, да, где пределы арбитрабельности споров, да, потому что в этом плане Россия ушла дальше, там, например, там, Египта, где споры о недвижимости неарбитрабельны, так, вот, надо посмотреть нюансы законодательства, касающиеся поддержки и контроля судов за арбитражем, надо посмотреть, наконец, глубоко регламенты этих учреждений, да, вот, для того, чтобы сделать соответствующие выводы, и здесь, конечно, совет компаниям, представителям, это проводить достаточно глубокий, глубокий анализ и, при необходимости, привлекая для этого специалистов для того, чтобы эта модель была выстроена, риски захеджированы, и спор, наверное, лучше бы для компании, чтобы не возник, но если бы возник, то был бы разрешен с наименьшими потерями. Спасибо.